Всем привет, меня зовут Паша, вы смотрите Geek Sputnik TV, и сегодня я вам расскажу про iCloud. Спонсор этого эпизода RURAM.TV, это русское телевидение у вас дома. Так что такое iCloud? iCloud это такое небольшое приложение, или может быть даже функция, которая позволяет вам синхронизировать всю вашу информацию, без того, чтобы вам физически приходилось подключать ваши iDevice один к другому или к вашему компьютеру. А все это происходит, то есть, по воздуху, и работает оно даже очень неплохо. Вы можете синхронизировать вашу музыку, ваши контакты и другие вещи. Есть у этого, конечно, минусы, о которых я вам тоже расскажу, но один из больших плюсов и вещей, которые, наверное, будут очень полезны, это небольшое приложение, которое называется Find My Phone. То, что это вам позволит сделать, оно вам позволит найти ваш потерянный, или если у вас даже кто-то его украл, телефон, компьютер или любой другой iDevice, с помощью того, что вы зайдете на интернет, и он его найдет и покажет вам, где он находится на карте. Конечно, для этого этот девайс должен быть на интернете. Если этот девайс не находится на интернете, к сожалению, вы его найти не сможете. Ну, и давайте я вам сейчас покажу, как это все работает. Во-первых, то, что вам необходимо сделать, это убедиться, что у вас установлена последняя операционная система и последний iTunes. На вашем iDevice операционная система должна быть iOS 5 и выше. На вашем компьютере у вас должен стоять iTunes 10.5 и выше. После того, как вы убедились, что у вас все необходимые программы установлены, вам надо нажать на Settings, настройки, и после этого спуститься на иконку, которая называется Store, то есть магазин. А здесь вы выбираете, что бы вы хотели, чтобы автоматически у вас синхронизировалось между вашими iDevice. В этом случае на iPad я хочу, чтобы только у меня синхронизировались книжки, так как приложение, скажем, с iPhone или музыка с iPhone на iPad мне не нужна. Но если бы вы хотели синхронизировать все, все то, что необходимо вам сделать, это просто включить On. В моем случае я это буду оставлять на Off. А следующее, куда вы должны перейти, это на небольшую иконку, которая называется iCloud. Теперь здесь немного более интересно. Такие вещи, как почта, контакты, календари, напоминания, закладки, notes и документы работают так, как вы себе бы это представляли. То есть вы меняете что-то у вас в контакте, которое у вас поменяется на всех ваших других девайсах. Также календари, также напоминания и все это остальное. То, что работает достаточно интересно, это, например, функция PhotoStream. То, что PhotoStream позволяет вам сделать, это взять фотографию на одном девайсе, и она у вас сразу же появится на другом, без того, чтобы вам пришлось их как-то соединять или посылать себе это по почте. Сейчас я вам покажу, как это работает. И в этом случае мы возьмем фотографию вот этого вот красивого апельсина в красивой пиалке. Нажимаем и берем фотографию. После того, как я это сфотографировал, я захожу на PhotoStream, и вот появилась фотография этой пиалки, которую я только сейчас сфотографировал. Все это заняло меньше, чем секунду, и работает оно идеально. Также с помощью iCloud вы можете загружать любые программы, которые вы купили у себя на одном девайсе, на вашем другом девайсе, без того, чтобы вам пришлось их синхронизировать. То есть, например, скажем, если у меня на этом девайсе я тебе купил вот, скажем, NBA Game Time, я нажимаю, покупаю эту программу. Эта программа скачивается у меня на моем айфоне. После этого я захожу в магазин, на моем айпеде, нажимаю на Purchase, то есть купленные, нажать Not on this iPad, то есть программ, которых нет на этом айпеде. В этом случае я выберу айфон, потому что я это делал на айфоне. И вот эта программа. Теперь все очень необходимо сделать. Это нажать на это маленькое облако и вставить мою пароль. И вот программа скачалась на мой айпед, и сейчас она установится. То есть практически то, что происходит здесь, и то, что вам больше не надо волноваться о том, чтобы переносить программы, переносить музыку, искать, это все будет происходить автоматически или, как в моем случае здесь, по вызову. То есть зайти и скачать эту программу. А это очень удобно, и это будет работать без всяких проблем. И еще одна функция, которая не менее важная, чем остальные, называется Find My iPhone. Она будет называться по-разному, зависит, где она у вас установлена. Но идея одна и та же. После того, как вы открываете это приложение, он вас просит ваш Apple ID. После того, как вы вставили ваше Apple ID, и у вас открывается карта, на которой он вам показывает, где находится ваш девайс, который вы ищете. В моем случае у меня здесь списки есть три. Если рядом с ними есть небольшой зеленый кружочек, это значит, что они на интернете, и он знает, где они находятся. В этом случае вот мы смотрим сейчас, где находится мой телефон. И кроме того, что он вам говорит, где этот телефон находится, вы также можете нажать на этот синий кружочек, и он вам дает три выбора. Эти три функции позволяют вам сделать три вещи. Первое — это Play Sound or Send Message, то есть послать сообщение или послать какой-то звук. Делайте это для того, что если кто-то нашел ваш телефон, вы можете ему туда поставить сообщение, написать, давай встретимся там-то и там-то, и обменяемся телефоном, или любое другое сообщение, которое вы бы хотели, чтобы появилось на вашем айфоне, и этот человек мог увидеть. А если это не сработало, и человек вам не хочет возвращать телефон, вы всегда можете его remote lock, то есть закрыть этот телефон, для того, чтобы человек не мог добраться до вашей информации или до ваших фотографий, это заблокирует телефон, и до него добраться можно будет только через пароль. А если все это не помогало, и вы понимаете, что свой телефон, к сожалению, вы не получите уже обратно, есть последний выбор, и этот выбор — это состереть все с вашего телефона. То есть если вы нажмете сюда, он сотрет всю вашу информацию, все ваши данные, все ваши фотографии, и как бы хотя бы, если вы не можете вернуть свой телефон, человек не сможет добраться до вашей информации и украсть у вас всякие данные, скажем, как ваша кредитная карточка или любую другую информацию. Это очень удобно, меня это уже спасало не один раз. Когда я забыл где-то мой телефон, я всегда мог прийти домой и посмотреть, где я его оставил. iCloud будет работать как на Macintosh, так и на Windows. То есть это достаточно универсальная система. Конечно, у сервиса iCloud есть свои минусы. Например, один из них — это тот факт, что ваш фотострим будет всего лишь держать последние 30 дней ваших фотографий. То есть если за эти 30 дней вы не успели скачать фотографию, она у вас пропадет. Вы ее, то есть должны до этого успеть скачать на ваш компьютер, на любой ваш iDevice. А тот факт, что, например, вы не можете стирать фотографии с вашего фотострима. То есть вы сфотографировали что-то на ваш телефон или на любой другой iDevice, и теперь он у вас есть везде, на всех ваших аппаратах, и вы его не можете оттуда стереть, пока не пройдет 30 дней. Ну и последний, наверное, один из самых больших неудобств — это тот факт, что видео вообще не переносится никак через iCloud. То есть если у вас есть видео, и вы хотите его перенести на любой другой девайс, вам все равно это надо делать по старой системе через кабель USB. То есть это достаточно большой минус, и будем надеяться, что Apple решит эту проблему в будущем. А в общем, сервис достаточно удобный, и они решили очень многие проблемы, которые у них были перед этим в MobileMe. Теперь это работает, проблем практически никаких нету, и я надеюсь, что в будущем он станет только лучше и удобнее. Спонсор этого эпизода — Ruram.tv. Это более 50 русских каналов в любой точке мира. Также Ruram.tv предлагает вам архив за последние две недели любого канала и русские иностранные фильмы. Все иностранные фильмы, конечно, будут с русским переводом. Также для зрителей Ruram.tv, которые зайдут на Ruram.tv и вставят код GIGSPUTNIK, получат 15% скидку с каждого месяца на протяжении года. Так что заходите на Ruram.tv, подписывайтесь и смотрите русское телевидение в любой точке мира. Огромное спасибо всем, кто смотрел этот эпизод. Не забывайте подписываться на нас на YouTube, оставлять нам лайки, оставлять нам комменты. Мы ответим на все ваши вопросы. Также не забывайте, пожалуйста, рассказывать вашим друзьям о том, что мы здесь находимся, так как чем больше людей нас будут смотреть, тем чаще и больше эпизодов мы сможем выпускать. Также присоединяйтесь к нам на Facebook, Google+, Twitter и Вконтакте. И не забывайте заходить на наш веб-сайт GIGSPUTNIK.TV Всем спасибо за то, что вы смотрели. Пока, увидимся на следующей неделе.